Музыка Правительство Давудоглу будет вести себя осторожно, просчитывая ситуацию, ее динамические изменения и, в принципе, определяя задачи тактические по ходу дела. Ситуация тяжелая, потому что и стратегия действий коалиции не вполне ясна, в ней есть вполне различимые элементы двусмысленности. Вот мы в ходе контактов с экспертным сообществом из арабских стран, с нашими западными партнерами в последнее время спрашиваем, а кто, собственно, у вас главный противник в Сирии. И получаем достаточно расплывчатые ответы от западников. Конкретные договоренности с американцами были достигнуты Эрдоганом в ходе последней сессии Генассамблеи ООН, где он поговорил по телефону с Обамой, потом встретился с Байденом. И насколько можно судить, в том числе и по практическим действиям турок, речь пока идет о готовности оказывать коалиции логистическое содействие, в том числе, я думаю, с учетом серьезных инфраструктурных военных возможностей на территории Турции. Речь идет о зоне на границе с Сирией, но я назвал бы ее не зоной отчуждения и не буферной зоной. Турки против того, чтобы называть ее буферной зоной, они говорят, буферные зоны бывают между воюющими сторонами, а мы не воюем. Значит, мы находимся в стадии активной обороны. Вот этот нюанс, я думаю, он очень важен для тех, кто пытается понять нынешнюю турецкую позицию и в каком направлении она будет эволюционировать. Турки уже сейчас говорят о том, что они будут использовать применительных ситуаций на границе и создание так называемых карманов безопасности, то есть неких локальных группировок, где могут быть, как я понимаю, потому что это моя личная интерпретация, сконцентрированы какие-то беженцы, их поток идет постоянно, и оценивая турецкую позицию, нужно понимать, что они находятся под давлением, у них до полутора миллионов сирийских беженцев. Это очень-очень серьезные проблемы, это предельно серьезные проблемы. В целом, тактика создания вот этой коалиции, которая начала авиаудары бомбовые по исламскому государству, она мне представляется скороспелой, недальновидной. Мне, как эксперту, который четыре десятилетия провел на Ближнем Востоке, представляется, что это одна из тех проблем, у которых нет чисто военного решения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...